здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко не за горами 1 сентября хотя конечно же хочется чтобы лето не кончалось никогда но она все равно завершится и наступит время когда кто-то пойдет в детский сад кто-то пойдет в школу кто-то пойдет выше учебное заведение и родители и дети все сейчас немножко этим обеспокоены потому что даже по всевозможным подсчетам и статистике две последние недели августа это активная подготовка к школьной паре ну и конечно же садики в общем кто куда идет тот туда и пойдет 1 сентября а вот как все будет происходить городском округе люберцы нам сегодня расскажет начальник управления образованием администрации городского округа люберцы виктория юрьевна бунтина которая у нас уже не раз бывало мы говорили и о лете когда-то и о начале нового учебного года и вот 2022 год это же мы перед началом новую чем могут с каким настроением подходите но добрый день во первых настроение в образовании в целом всегда очень даже позитив позитивная и радостная потому что заканчивается один учебный год мы подводим итоги сдаем государственную итоговую аттестацию получаем я считаю в этом году получили неплохие результаты радуемся им провожаем детей выпускников и вручаем медали тем кто это заслужил ну а дальше начинается еще более веселая пора летнего отдыха и подготовки учреждений к новому учебному году а это очень многогранный такой очень длительный процесс поэтому вот две недели который я под прирост то есть многие думают что летом когда все заканчивается вот и жизнь останавливается учителя тоже лежат отдыхают к сожалению этого не происходит или некоторые имеет такую возможность отдохнуть отпуск достаточно длительные 56 дней мы просто обязаны по трудовому законодательству дать людям передышку потому что учебный год это очень напряженная работа без отдыха не получится качественной работы с первого сентября но есть люди это в основном административно-управленческий персонал который не останавливает свою деятельность и в летний период времени и поэтому те две недели августа последние это завершающий этап это уже финишная прямая а на самом деле уже подготовка к новому учебному году начинается с 1 июня той самой поры когда выходят из зданий учреждения образования дети большинство сотрудников начинаются ремонтные работы а их в этом году мы провели немало но еще до сих пор завершаем бюджет нам позволил в этом году реализовать порядка 200 миллионов рублей на всю сеть учреждений образования мы выполнили приоритетные работы по ремонту пищеблоков спортивных залов отремонтировали очень много учебных кабинетов закупили мебель оборудование что порадовало многие учреждения заменили технологическое оборудование на пищеблоках потому что именно пищеблок это то место которому нужно уделить особое внимание организация питания а питание на сегодняшний день мы организовываем порядка 95 процентов всех детей у нас кушают и получает горячее питание есть и говорить о детях с 1 по 4 класс мы продолжаем их в обязательном порядке кормить на безвозмездной основе конечно же завтраком все дети а это у нас 20 тысяч 500 ребятишек с 1 по 4 класс и в первые классы нам к нам прибыло достаточно много детей больше чем прошлом году и где-то 4500 на 1 сентября выстроиться на линейке мы будем очень рады знакомству с этими ребятишками поэтому вот все эти работы по ремонтам мы практически их сейчас уже завершили и остаются только вот последние штрихи чтобы генеральную уборку провести и уже начать встречать детей с праздничными мероприятиями со сценарными планами сейчас об этом да да поговорим вот о ремонтах каждый год ну создается такое ощущение даст с наших времен когда я там учился в школе всегда вот все время ремонтировали то такое ощущение что за учебный год ученики с учителями а может быть и с помощью их родителей но буквально разрушают все эти учебные заведения что их необходимо ремонтировать либо это происходит потому что есть желание как-то обновить улучшить покрасить мебель пересы пересобирать собрать и так далее но здесь все факторы на самом деле правильно вы заметили что что-то разрушается но ведь происходит большая очень амортизация использования всех помещений и оборудование которое находится в учреждениях у нас на сегодняшний день несколько учреждений учатся во вторую смену это говорит о том что контингент по мощности превышен в полтора а полная загруженность в два раза и с учетом того что сегодня очень многие школы принимают решение о режиме полного дня для школьников то есть школа по сути работает с 7 утра и до 19 20 вечера конечно же амортизационные все вот эти процессы они сказываются но дети это народ неугомонные очень хорошо когда они проявляют свою активность ну и где-то даже и пробежали где-то что-то толкнули но не без этого и конечно же мы ремонтируем и с целью того чтобы восстановить и с целью того чтобы привести к современным создать условия нормам меняется подход меняются какие-то ну краски даже вот в сфере образования хочется что-то улучшить и сделать все современным и купить то оборудование которое позволит вести онлайн уроки это интерактивные доски новые компьютеры хочется закупить кстати мы в этом году в трех учреждениях образования дополнительно к тем которым уже устанавливали открываем центры точка роста они открываются во всей московской области в частности у нас мы отремонтировали помещение в школе 23 школе 55 и в школе 59 и закупили туда современнейшее оборудование чтобы можно было вести уже профильные занятия по четырем направлениям там информатика информационные коммуникационные технологии там естественно научное направление внимание уделяем и безопасности в плане обучения детей собственной безопасности много других направлений ну вот еще такой вопрос много школ опять же у обывателя иногда где-то из гимназия где то есть там раньше были лицеи и школы и так далее и есть такое ощущение что кто-то ну как говорят таким простым не покруче то есть бы больше не идет всякой помощи и так далее как идет распределение то есть директора школ учебных заведений выходят с какими-то на просьбами либо идет мониторинг в течение года и потом какое-то идет распределение вот этих новых способов ну вот я не знаю от парты до учебника но конечно многое очень зависит от директора потому что директор он и административный работник и хозяйственник и организатор всего образовательного процесса если директор понимает какую цель ему нужно достигнуть следующем учебном году предположим он за годе решает какие нужно ему на сегодняшний день определить направление в деятельности если есть вопрос по кровли например но бывает всякое после зимних периодов кровли бывает течет ремонт кабинетов требуется глобальные где-то может быть благоустройство необходимо асфальтирование то на этапе подготовки всех документов к бюджету следующего года руководитель подает заявку и не просто заявка что хочу заменить а с обоснованием с очень серьезным обоснованием и с коммерческим предложением или даже со сметой чтобы мы могли дальше уже заявиться на эти средства и подтвердить эту необходимость чтобы эти деньги реально пришли в учебное заведение все что касается мониторинговых процедур они тоже существуют и у нас работает межведомственная комиссия состав входит все структуры абсолютно надзорного характера в том числе которые объезжают накануне нового учебного года учреждения образования проверяют их и безопасность и соответственно нормам санпин и наличие необходимой мебели и так далее так далее и делается вывод что в этот учебный год кстати сказать все учреждения у нас уже на сегодняшний день приняты к новому учебному году вот этой межведомственной комиссии составлены соответствующие документы и уже есть представление о том какие виды работ мы будем проводить в следующем летнем периоде уже 2023 года потому что межведомственная комиссия сразу оценивает на что дальше нужно будет обращать внимание что-то потерпит например на следующий год но сеть наших учреждений велика правда мы сегодня занимаемся реорганизации созданием образовательных комплексов причем в образовательные входит и дошкольное отделение как таковые детские сады у нас в двадцать третьем году уже существовать не будут как отдельные юридические лица будет большой образовательный комплекс который имеет и дошкольное отделение и школьное отделение фактически садика можно уже сразу же будет и преемственности привыкания ребенка есть определенные такие плюсы и вот эта сеть то хоть она у нас уменьшается количество у юридических лиц, на самом деле, зданий у нас не становится меньше. Как они были, так и они остались у нас в сети. Вот на сегодня у нас 156 зданий. Это очень большое хозяйство, которое требует к себе внимания. И, конечно, мы готовимся к зиме очень тщательно. Делаем и опрессовку, проводим проверку системы отопления, смотрим, что происходит с водоснабжением. Ну, то есть со всех сторон такая многогранная деятельность, потому что зимний период или морозы, когда уже начнутся, заниматься этими проблемами будет очень поздно. Да, ну и мы знаем, что отопление всегда включают, прежде всего, в больницах и в школах. Должны, по крайней мере. Ну, так оно и происходит. Еще такой вопрос. А родители как-то вовлечены в этот процесс? Ну, это же как бы такое добровольное, наверное, что родители есть разные. Какой-то есть контакт с родителями? Вы знаете, у нас есть государственно-общественные советы при каждой школе и в детском садике. И вот на этих заседаниях советов вопросы хозяйственного характера также обсуждаются. И когда руководитель озвучивает проблему определенного характера, родители свои также проблемы и мысли могут озвучить, потому что они видят, что происходит в конкретной группе, например, детского сада или в конкретном кабинете. И все эти вопросы, конечно, фиксируются, дальше берутся в проработку. И вот в таком русле мы такую работу совместную с родителями ведем. Но кроме того, что у нас есть текущие ремонты в этом году, мы за летний период, вот до 1 сентября, завершаем уже, скажу, капитальный ремонт трех учреждений образования. Капитальный ремонт – это очень большая деятельность, далеко не текущий, где можно только покрасить и так далее. То есть ремонт умноженный на 10, да? Да, да, есть не на 100. Вот мы ремонтируем в этом году одни из старейших зданий школ. Первая гимназия в центре города находится на Октябрьском проспекте. И шестая школа также находится на Октябрьском проспекте в центре города. Одна из школ 1936 года, другая 1938 года, то есть прошлый век. И на сегодня уже встал очень острый вопрос по замене всех систем абсолютно, электроснабжения, водоснабжения. Также отопление, косметический ремонт всех помещений, изменение интерьера, укрепление балок и всего-всего. То есть практически полная замена всего. Полностью замена и обновление в современном таком вот виде, в современном формате. И вот в данных учебных заведениях родители еще больше участвуют именно в контроле за стройкой. И чтобы выполнено было все в соответствии с пожеланием и детей, и родителей. Ну, правда, есть брендовая история, есть определенные пожелания и области. В каком виде должны быть на 1 сентября школы после капитального ремонта. Мы, конечно же, их используем в своей работе. И вот родители активно в этом этапе принимают участие. И дети тоже. Я услышал, что вы сказали, что дети тоже какие-то могут высказывать. Они тоже. Они на этапе капитального ремонта также вот свои пожелания высказывали. Но они высказывали не в буквальном смысле, что вот мы их обсуждали. Были разные конкурсы. Какой ты видишь свою школу будущего и так далее. Либо это было в сочинениях, либо было в плакатах, в рисунках и так далее. Творчество свое дети проявляли. То есть совместный подход. Совместный подход. И можно уже вот на сегодняшний день говорить о том, что мы также на финишной прямой по капитальным ремонтам двух этих учреждений. А третий – это детский садик в поселке Октябрьский, тоже под капремонтом. Мы в этом году в этих вот учреждениях, в новых, создаем центры детских инициатив. Ну вот раньше это, может быть, можно было бы назвать пионерской комнатой. Такого патриотического плана помещения, где собран необходимый материал для детей, в которых они могли бы провести ряд мероприятий, в том числе патриотической направленности. Ну, направленный такой на воспитание детей. Очень современно оформлена будет комната. Когда мы откроемся, можно будет вот ее посетить. Конечно же, мы пригласим и родителей, потому что это будет для нас новшество. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях начальник управления образованием администрации городского округа Люберцы Виктория Бунтина. И поговорим о детских садах, которые, как я понимаю, скоро у нас будут по-другому, наверное, немножко называться, да? Как вы сказали. Мы поговорим о школах, об учебниках, об очередях. Есть они, записался кто-то, а может, кто-то еще не успел куда-то записаться. В общем, мы во всем этом поговорим во второй части нашей программы. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, а в гостях у нас Виктория Бунтина, начальник управления образованием администрации городского округа Люберцы. Виктория Юрьевна, вот эти пресловутые времена, когда очередь на запись в школу, поиск детского сада, родители с какими-то переживаниями, хочу туда, туда не пускаю, тут уже заполняемся. Как вот эта ситуация в этом сезоне у нас складывается? Ну, у нас это все на сегодняшний день электронной услугой является. И это удобство колоссального плана, колоссального характера, потому что это очень простой процесс записать ребенка и в школу, и в детский сад, не выходя из дома. Не надо ходить ни в какие помещения дополнительные, в жару особенно, конечно же, где-то в очередях толочься. Просто на государственных услугах можно подать заявку, прикрепить те документы, которые обозначены в административном регламенте, и дальше уже связываться либо с сотрудником, как решился этот вопрос, либо сразу, мгновенно приходит информация на электронную почту родителям, как рассмотрено заявление положительно, либо отрицательно, либо дополнительно вернется родитель. Ну, вот хорошо, если положительно, это понятно. А если отрицательно? А я хочу вот именно туда. Да, но отказ должен быть обоснованным в обязательном порядке. Если в школе нет мест, то оно просто так не появится по желанию родителей. И родители, вот когда ребенка определяют особенно в первый класс, должны озаботиться этой темой не позднее, чем 1 апреля. Потому что запись по микрорайону проживания осуществляется с 1 апреля по 30 июня. И дальше уже будет после 30 июня обижаться не на кого. Если родитель не побеспокоился, именно не заявил о желании учиться по микрорайону проживания. А уже после 6 июля, потому что вот эта неделя на издание приказов и так далее, после 6 июля начинается запись на свободные места, туда, куда хотят родители и не по микрорайону проживания. Но, как правило, на первый класс нужно записаться вовремя, чтобы потом не обижаться. Вот, к сожалению, у нас есть такая ситуация, и в этом году она ежегодная, традиционная. Родители объясняют тем, что они уехали, были в отпусках и приехали с моря только 15 августа. И сейчас они хотят пойти в первый класс по месту проживания, а там уже нет мест. Мы для первого класса создаем места для каждого ребенка, кто проживает в данном микрорайоне. И поэтому, если до 30 июня не случилось попасть на госуслуги, и даже если были на море, то, соответственно, надо уже искать место в другом микрорайоне. Искать место, это как-то странно. Но, вы знаете, вот на сегодня у меня много уже заявок во все классы, и в первые классы в том числе. Но мы решим этот вопрос, потому что без образования никто на территории городского округа не останется, особенно в школе. Хорошо. А в детском... Сколько у нас первоклассников сейчас будет? Первоклассников у нас порядка 4,5 тысяч ожидается на 1 сентября. Это меньше, больше? Это больше. В прошлом году было 4100. Приезжают молодые семьи, в основном как раз с детьми маленькими. И это микрорайоны новые, растущие, микрорайон самолета и в поселке Мирном, и также лингвистическая школа. Этот ЖК Люберецкий микрорайон переполнен. И у нас чувствуется... Это хорошо. Это один А, первый А, второй А, второй Б. Да, сколько потребуется букв, столько мы используем. Но многие учреждения пошли еще по другому принципу. Если, например, профильный класс, то его можно назвать хоть М, например, как медицинский, или Л, лингвистический, либо дать еще какое-то название. То есть каждый здесь уже проявляет свое творчество и свою фантазию, чтобы было всем удобно и понятно, где ребенок обучается. А максимальное количество в первом классе сколько должно быть? По ГОСТу, скажем так. По СанПинам, да, у нас 25 человек должно быть в классе. Но с учетом того, что на самом деле приток очень серьезный, существенный, мы некоторым образом испытываем кадровый голод, потому что педагогов не хватает. И мы в поисках находимся совместно с московскими областными университетами, пединститутом и так далее. Но все равно обеспечиваем, конечно, учителями. Не это проблема. Но когда приезжают дети уже, как я сказала, в июле-августе, мы их просто досаживаем в классы, и до 30 детишек в классе, в первом, не суть, даже в восьмом или в девятом, это явление очень даже распространено. Плотность в классе достаточно велика. Для новостроек это неплохо и никак не влияет, потому что помещения там позволяют поставить дополнительную мебель, парты, обеспечить, ну, скажем так, и воздухом, да, освещение соответствует. А если это школа, ну, достаточно уже возрастная, то там все сложнее. Понятно. Вот профессор преподавательский, как говорят, в ВУЗе состав, речь идет, вы сами сейчас тему коснулись, этой темы. А как вот педагоги молодые же, они тоже приходят, вообще идут, как их принимают, по каким принципам? Потому что одно дело, когда, ну, педагог уже известный, и по нему хорошие или не очень хорошие бывают слухи, да, в регионе, где он находится. А вот с молодежью как идет? А мы молодежь очень любим. У нас молодых специалистов много работает в округе. И, наверное, даже это лучше принять молодого специалиста и выучить его, настроить на рабочий лад в том коллективе, в который он пришел. Мы работаем с Московским государственным областным университетом и по целевым направлениям в том числе. И когда молодежь приходит, и если они наши жители, наши выпускники когда-то, это двойной плюс. А если эта молодежь приезжает из других регионов, из других муниципалитетов, мы, конечно же, обеспечиваем, пытаемся им обеспечить жильем. Пусть это комната в общежитии, комната в коммунальной квартире, служебное жилье предусмотреть. Ну и, конечно же, помочь организовать ту нагрузку, посильную нагрузку учебную, чтобы сложилась заработная плата, которая бы обеспечивала нормально жизнеобеспечения у этого сотрудника было. И чтобы этот педагог ни в коем случае не бежал в ближайшие московские школы. Ну оттока такого сильного мы не ощущаем, но тем не менее сегодня у меня вакансии есть еще учителей начальных классов. Это традиционно из года в год, но мы ожидаем еще, вот должны приехать люди в конце августа, учителя математики, учителя физики. Вот это наиболее такие вот математика и физика. Да, да, да. Много у нас вот по учреждениям, часов пока вакантных, учебных часов я имею в виду. Но как-то будем выходить из ситуации, учебный план мы обязаны выполнить. Может им зарплата не нравится? Заработная плата, я думаю, что всегда желает быть лучше и выше и так далее, да. И сколько бы ни заплатили, все равно хочется получить больше. А молодым людям, что там говорить, еще конечно. Тем более молодые люди нового поколения, они хотят сразу много. Но вы понимаете, что мы зависим от того положения, которое принято в Московской области. У нас есть определенные ставки, и эта сумма ставок, она не может измениться ни в коем случае. Единственное, чем мы можем привлечь, это стимулирующими выплатами. Но стимулирующие выплаты не за то, что просто человек пришел на работу, но выдал результат. Да, да, за что? Будет результат, тогда и будет премия. У нас есть компенсационные выплаты, которые тоже можно заработать. Ну, есть премиальные определенные, но все зависит еще от того человека, который хочет заработать. Потому что кому-то достаточно одной ставки взять, а это же только голый оклад. А кто-то может и полторы ставки взять и очень спокойненько преподавать и получать достойную заработную плату. Но все равно, конечно, главное – это любовь к детям. Потому что это тоже сложный психологический такой момент. И все любовь к детям. Вот если вот пришел человек, обучившись, точнее, в ВУЗе, в свою профессию, и он полностью погружен в то дело, которое делает, и обожает детей своих сотрудников, и стремится чего-то еще привнести в эту жизнь педагогическую, то это замечательно. О базе поговорим. Учебники тоже вспоминаю наше советское время, когда целая система получения учебников, поиск учебников, хватка или нехватка учебников, новые учебники. Ну и вообще, вот учебная база. Вы коснулись частично этой темы в первой части. Насколько сегодня все, так сказать, готово для ребят? Мы закупили учебники в первом квартале 2022 года. Мы так, заранее получив финансирование, сразу же заключили контракты, все учреждения, и закупили те учебники, которые входят в реестр федеральный, который разрешен, утвержден для использования. Но я не могу сказать о том, что мы на сегодня все 100% детей можем обеспечить бесплатными учебниками. Потому что, как я сказала, школы новостройки, население все больше прибывает, а финансирование рассчитывается таким образом, что на 1 сентября предыдущего учебного года берется в расчет субвенция. Поэтому, конечно же, при росте контингента мы испытываем некий дефицит, но пытаемся возместить этот дефицит таким образом, что школы делятся друг с другом книгами, тем библиотечным фондом, который уже накоплен за предыдущие годы, и выходим из положения. Этот процесс уже сейчас начался. Я буквально была несколько часов тому назад на одной из школ и видела, как загружаются в машину учебники для того, чтобы поделиться с другим образовательным учреждением. Это замечательно. Мы передаем по акту, потом, когда уже не будут востребованы, назад возвращаем. Но учебники... Полизинг, получается. Ну, да, да, да. Но только он на безвозмездной, конечно, основе. И мы сегодня все те учебники, которые нужно было приобрести, уже практически разложили на парты деткам. Первые классы и другие, в общем-то, параллели, получат новые абсолютно книги, и это правильно. Ну, а некоторые средние классы, конечно же, уже поддержаны, но в хорошем состоянии. Ну, и в завершении программы давайте немножко о детских садах поговорим, потому что это отдельная тоже жизнь. Какие новшества тут? Что произошло? Ну, вот как я сказала, что детские сады уже у нас постепенно превращаются в дошкольное отделение, структурное отдельное подразделение школы, образовательного комплекса. Но не меняется суть их деятельности, потому что как занималось это учреждение, присмотром, уходом, а также образовательным процессом именно дошкольников, так и будет заниматься. Мы закупили для детских садов в этом учебном году, точнее, в летний период, все оборудование, которое соответствует новым федеральным государственным образовательным стандартам. Мы продолжаем развивать предметно-развивающую среду именно для дошколят. Это интересные, не знаю, лего-конструкции, это интересные интерактивные песочницы, что увлекает детей и создает мотивацию для обучения. И поэтому эти все процессы уже завершены. И думаем, что детские сады у нас также готовы. А в детские сады у нас придут также на 2000 детей по сравнению с прошлым годом больше. 21 тысяча деток. Мы забираем детей с полутора лет, где позволяют у нас площади, и, конечно, учим их до 7-летнего возраста. А дальше уже по преемственности они идут в школу, и там уже школа определяет, либо это будет эффективный класс. У нас реализуется, я об этом не сказала, проект с прошлого учебного года «Эффективная школа». Это значит, дети наиболее мотивированные, способные могут обучаться в начальной школе не 4 года, а 3. 1-й, 2-й, 3-й класс. За 1-й класс они изучают 1-й, 2-й класс, ну и дальше последующие. А дети, которые немножко идут с отставанием, либо трудно дается процесс обучения, учатся 4 года. С 1-й по 4-й класс. То есть, получается, детки, которые у нас закончат эффективную школу, из 3-го класса сразу попадут в 5-й. Вот таким вот образом. Вундеркинды. Да, учиться будут не 11 лет, а 10 лет. Но это очень правильное решение, потому что в детских садах сегодня вся та развивающаяся среда, которая уже создана, наработана годами, позволяет... 1-й класс сократить. Да, выделить вот эту группу детей, это делается, кстати, по желанию родителей. Конечно же, только ли по заявлению. И вот эти дети уже идут немножко другим образовательным аструктам. Мы завершаем программу. Вот ваше обращение ко всем, к ученикам, к учителям, к родителям. Что бы вы им пожелали в наступающем новом учебном году? Я бы хотела, чтобы наш следующий учебный год, 2022-2023, был очень успешным, был бы счастливым, безопасным и, конечно же, очень интересным. Пусть он принесет много нового в нашу жизнь. И, конечно же, чтобы все дети, которые посещают и детские сады, и школы, были довольны качеством того образования, которое имеется в учреждениях. Виктория Юрьевна Бунтина, начальник управления образованием администрации города городского округа Люберца, рассказала нам о том, насколько городской округ подготовился к новому учебному году. Судя по всему, подготовился. Так что школы, сады вас ждут. Ну, а наша программа завершена. С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова